Новый проект Калужского Фольксвагена. Завод по производству двигателей должен заработать в мае следующего года. Строительную площадку будущего предприятия осмотрел глава региона. Также он оценил центр лакокрасочного производства и новую столовую. К экскурсии присоединилась наша съемочная группа. Лично испытать последнюю модель, узнать как ее собирают и увидеть чем кормят тех кто собирает. Глава региона без дегустации, но с подробной экскурсией посещает новую заводскую столовую. В ней наслаждаться вкусом от первого до десерта могут одновременно более 600 человек. Открытие столовой связано с расширением предприятия. В планах у немецкого автогиганта запустить завод по производству двигателей. Основное строительство почти завершено. В следующем месяце начнется установка оборудования. А в конце лета появятся первые пробные прототипы. Мы уже приняли первые 100 сотрудников на работу. Нам очень важно обучить их правильно работать и выполнять все операции. Поэтому мы уже начали их обучение. Разминаются таким вот образом. Должен быть угол прямой вот здесь. И, соответственно, задать человек как можно скорее туда и обратно. Для пианистов надо. В первую очередь это разминка для тех, кто собрался красить кузовные детали. Новый учебный центр лакокрасочного производства готовит к выходу на конвейер за 4 дня. Максимально приближенных к реальности условиях. Он подходит, берет необходимые инструменты, которые ему нужны, необходимые материалы, укладывает их, подходит к машине, пристегивает и начинает отрабатывать свои навыки. Как закрепить заглушки, пока условная машина не достигла финишной черты, показывает Ирина Бачевская. Тренер производственного обучения раскрывает все тонкости полировки, устранение дефектов и покраски дверей без самой краски. Раствор из воды и гелий – это безопасность и возможность многократно работать над ошибками. Процесс несложный и поначалу даже интересный, говорит тренер и призывает губернатора лично убедиться в этом. Ровно, по-моему. Открывшийся центр, столовая и будущий завод двигателей – все это, говорят руководители, наглядные гаранты того, что автомобильный гигант не собирается сворачивать производство. Вы видите, сколько мы инвестируем в этот завод, сколько создано рабочих мест, сколько сделано. Это все останется и в будущем. А из-за того, что курс евро так вырос, нам нужно будет локализировать производство в России. Это приведет только к увеличению рабочих мест. Наша задача, моя и моих коллег, создать еще более комфортные условия для всех наших инвесторов, российских, иностранных инвесторов, для предприятий малого бизнеса, среднего. Чтобы все, кто хотел бы заниматься производством, даже не раздумывали о том, где это надо делать. Надо в Калужской области все это делать. Немецкий концерн такой выбор уже сделал. Новый завод будет выпускать 600 двигателей в день. Первое автомобильное сердце калужского производства забьется в мае следующего года.